Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Сын за мать не отвечает. Кровавая драма стала предметом судебного разбирательства в Самаре. Сегодня должны вынести приговор женщине, которая жестоко расправилась со своим знакомым, а потом попыталась свалить вину на своего сына-подростка. Почему эта версия показалась следователем с самого начала сомнительной? Из зала суда репортаж Алины Чемерес. Конвой прибывает минуту в минуту. Заседание по делу Светланы Евстроповой проходит в закрытом режиме. Женщину обвиняют в убийстве. Все случилось в октябре прошлого года. Евстропова вместе со своим знакомым Лапшиным распивали дома спиртные напитки. Дальше, согласно показаниям свидетелей, она попросила своего товарища уйти. Он отказался, за что и получил 8 ножевых ранений. Женщина попыталась спрятать тело, но смогла лишь дотащить труп до мусоропровода. Услышав странный шум в подъезде, полицию вызвали соседя. Это потом следователи выяснят. Помогать заметать следы преступления женщина заставила собственного сына. А позже горе-мать и вовсе пыталась убедить 15-летнего подростка взять вину на себя. Мотивируя тем, что ему ничего за это не будет, поскольку он несовершеннолетний, а ей грозит достаточно приличный срок тюрьмы. И его из-за этого могут поместить в детский дом, чего мальчик опасался. В этой связи мальчик первоначально давал признательные показания, и Евстропова давала на него тоже такие показания. Но эта маловразумительная версия быстро провалилась. Сыщики сразу установили, мальчик ни при чем. Позже Евстропова, которая в 2008 году уже привлекалась к уголовной ответственности, пришла в полицию с повинной. В содеянном раскаялась, попросилась к нисхождению суда, так как у нее имеются хронические заболевания. На иждивении находится несовершеннолетний ребенок. По месту жительства участковым она характеризуется удовлетворительно. На учетах в наркологическом диспансере и психонерологическом диспансере она не состоит. Была проведена по делу экспертиза психиатрическая. У нас Евстропова признана вменяемой. Теперь гособвинение, которое поддержано прокурором Самарской области, просит отправить Евстропову в колонию на 9 лет. Какое решение примет суд, станет известно уже сегодня. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События. В Финляндию со своим самоваром. Самарца задержали на таможне. Антиквариат, предположительно, 1885 года изготовления, находился в чемодане. Как сообщает ведомство, пассажир его не прятал. По словам мужчин, он ничего не знал о правилах вывоза раритетных вещей. Самарская таможня напоминает, что культурные ценности подлежат обязательному письменному декларированию. Их вывоз в качестве товаров для личного пользования возможен при наличии заключения, выданного Министерством культуры России. Вода на подходе. На заседании межведомственной комиссии водоадминистрации Самары обсудили, готовы ли городские службы встретить весенний поводок. Насколько в этом году будет серьезное наводнение, пока точно неизвестно. Поэтому рассматривают два варианта развития событий. Уровень воды может превысить 35 или 39 метров. В первую очередь в зоне подтопления окажутся Куйбышевский, Кировский и Октябрьский районы Самары. Поэтому им особое внимание. Если чрезвычайная ситуация все же случится, план действия уже разработан. Система оповещения проверена, готовы пункты временного размещения людей. Муниципальное предприятие «Пассажир Автотранс» предоставит более 70 автобусов для экстренной эвакуации. Также большую подготовительную работу ведут городские коммунальные службы. Организациями, обслуживающими средства содержания жилого фонда, сформирована 171 аварийная бригада численностью 867 человек и 349 единиц техники, в том числе 102 единицы водооткачивающего устройства. Ведутся работы по созданию аварийных запасов, строительных материалов и инструментов на случай подтопления многоквартирных домов. Всего открытый пролит горячей водой в особо опасных местах 416 дождеприемников и 977 дождеприемных решеток, что на сегодняшний день составляет 100%. Определены места возможного подтопления грунтовыми поверхностными водами на автомобильных дорогах общего пользования. Всего там порядка 29 мест. В один день побыть медиком, пекарем, связистом. В юношеской библиотеке прошли мастер-классы для школьников погружения в профессию. Сотни старшеклассников смогли познакомиться с издательским делом геодезии и металлургии. Всем, чему обучают в самарских колледжах и техникумах. Ответ на вечный вопрос, куда пойти учиться, знает наш корреспондент. Раскатываем, потом смазываем маслом. Ну, в данном случае у меня сахара нету. Посыпаем сахаром, потом это все скручиваем. Московская плюшка от будущего шеф-повара, а пока студенты техникума кулинарного искусства. Александр Нумолов показывает гостям. Вот обычный кусок теста превращается в красивое и вкусное изделие. Все с любопытством повторяют. На мастер-классах, посвященных самым разным профессиям, самарские школьники пробуют делать непрямой массаж сердца, измерять углы наклона на местности, вытачивать детали. Связисты, издатели, медики, геодезисты рассказывают, почему стоит связать свою жизнь именно с их профессией. Глаза загорелись у многих, и у девочек, и у мальчиков. Вообще, как бы, ну, вроде прикладная геодезия, как-то что-то вроде для пацанов, а и девочки загораются, и, ну, творческая работа достаточно. И карты создаем. Мы можем делать обновления на дубль ГИС, Яндекс.Карты. Свои площадки в юношеской библиотеке представляют около десятка колледжей и техникумов. Подруги Дианы и Яна только в девятом классе. О выборе профессии задумываются уже сейчас. Помогает узнавать намного нового, именно расширять кругозор насчет профессий. Мы, по крайней мере, будем представлять, на какое за направление мы выберем, математическое или гуманитарное, и это поможет нам определиться в будущем. Им кажется, что, допустим, кулинар исключительно занят тем, что там украшают тортики, да, на самом деле там сложные технологические процедуры. Это тоже надо понимать и видеть, сколько это стоит терпения, труда, и то есть увидеть профессию на более близком расстоянии. По мнению организаторов мастер-классов, метод проб самый верный, и именно он помогает школьникам в дальнейшем сделать правильный выбор. В следующий раз познакомиться с профессиями всех мастей школьники смогут осенью. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. А сейчас коротко о других событиях дня. Вечером во вторник спасатели получили сообщение, что на стрелке рек Волги и Самары четверо подростков 16-17 лет дрейфуют на льдине. На место происшествия был направлен отряд на судне амфибии «Нептун». Детей удалось спасти. Их доставили на спасательную станцию, где передали родителям. С подростками провели профилактическую беседу. Уже в следующем месяце в Самаре начнется капитальный ремонт Южного моста. Сейчас городские власти разрабатывают оптимальную схему движения по нему. С подрядчиком определились. На время ремонта мост частично перекроют и организуют реверсивные движения. Возможно, для жителей Куйбышевского района и Южного города будет устроена речная переправа вроде той, что работала во время реставрации моста у Хлебной площади. Между Самарой и Курумычем пусть и дополнительную электричку. С 15 апреля по средам, пятницам, субботам и воскресеньям назначаются дополнительные пригородные поезда. Добавим, что сегодня по этому направлению электрички отправляются ежедневно из Самары 4 раза в день, начиная с 7.44 утра, обратно из Курумыча с 5 утра и до половины шестого вечера. В Самаре пройдет всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Профильные ведомства организуют антинаркотические лекции в учебных заведениях, проведут проверки мест массового досуга молодежи, рассмотрят обращения граждан. Администрация города призывает передавать информацию о фактах распространения наркотиков по телефонам, которые вы видите на экране. Житель Самары стал мультимиллионером, приняв участие в новогоднем тираже государственной лотереи, сообщает Стол АТО. Он выиграл 54 миллиона 462 тысячи 613 рублей. Мужчина, находясь в командировке, купил шесть билетов в подарок близким. Пять из них он подарил, а один оставил себе. Новый год счастливчик отмечал за городом, поэтому о выигрыше узнал не сразу. Победитель пока не решил, как распорядиться выигрышем, но часть денег он хочет потратить на благотворительность. Мятежный взрыв в музее Модерн открылась выставка, посвященная столетию революции. Фотографии родом из прошлого века, цитаты великих деятелей того времени. По лабиринтам истории прогулялась Алина Чемерес. Я много читал раньше о том восторженном настроении, которое якобы царило в Петрограде, и не нашел его нигде. Так вспоминал годы революции легендарный военачальник русско-императорской армии Антон Деникин. Ровно сто лет назад резко изменился жизненный уклад целой державы. Для одних это стало трагедией, для других – началом пути к светлому будущему. В годовщину февральской и октябрьской революции самарцев приглашают в музей Модерна. В буквальном смысле прогуляться по лабиринтам того времени. «Давайте хлеба, долой царя, да здравствует республика!» Эти революционные лозунги будто перебивают и перекрикивают друг друга. В бесшумном помещении, читая на стенах цитаты, словно слышишь голоса той шальной эпохи. И вот внезапно под ногами гостей появляется сообщение об одном из главных событий того времени – отречении царя от престола. Мятежный взрыв, сколыхнувший всю страну с первых дней массовых восстаний. На стенах импровизированного лабиринта фотографии с грандиозных митингов в Петербурге, цитаты революционеров и защитников самодержавия. «Мы просто изучали какие-то мемуары и выписывали цитаты. Все надписи, они, видите, в таком эмоциональном тоже ключе сделаны. То есть не трафарет, а такие от руки написаны. Ну, что фиксирует некую эмоцию. Попытка была сделана вот такими экспозиционными, такими решениями эту эмоцию как-то вызвать». Нарастающее напряжение. Попытки по-иному осмыслить одно из важнейших событий в истории страны. По мере приближения к октябрю экспозиция будет меняться. Кульминация взрыва ждет гостей Музея Модерна в день столетия Октябрьской революции. Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События. А вот о каких событиях мы расскажем в наших следующих выпусках. Культурная реставрация. В этом году под мастерок и кисть попадут в самарские театры. Незаконная реклама под снос. Баннеры и щиты приведут к стандартам FIFA. Врачи по месту жительства в Прибрежном решают медицинский вопрос. Внимание телезрителей. С 23 марта наш телеканал будет вещать в сети Дом.ру в цифре на 22 кнопке, а в аналоге на 24. А на этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам! Увидимся!